Всем огромный привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы заглянули в это видео. Я по вам жутко соскучилась, и мне вдвойне приятнее, что вы решили заглянуть ко мне и посмотреть. Сегодня я вам хочу показать множество разной косметики, как бюджетного ценового сегмента, так и подороже. За последнее время я протестила много разных средств. Я сейчас смотрю здесь на свой стол, потому что он у меня просто завален. Если вы следите за мной в инстаграме, то вы, скорее всего, знаете, что я на данный момент крашу моделей. Поэтому множество средств, которые я вам сегодня покажу, я уже протестила. Я уже видела, как они в работе, как они в работе не только на моей коже, но и на коже других девочек. Скорее всего, я вам буду показывать все средства по категориям. И давайте мы начнем, наверное, с тональной основы. У меня появилась новая тональная основа, которую я хотела потестить, потому что ее я очень часто видела у других визажистов. Они были ей довольны. И она из бюджетного ценового сегмента, примерно стоимостью как лореаль. Поэтому я очень сильно хотела ее подпробовать. И это тональное средство от Physicians Formula. Для себя же, или лучше сказать, для работы, я заказала себе два оттенка. Один посветлее, другой потемнее. И, друзья, хочу вам сказать первое впечатление об этой тональной основе очень и очень классное. Потому что, во-первых, эта тональная основа рассчитана для всех типов кожи. Неважно, будь она у вас жирная, комбинированная или сухая, она, в принципе, хорошо срабатывается на любой коже. Главное, не переборщить. Это тональная основа среднего покрытия, но все же вы можете ее наслаивать. И вот в каких-то более выраженных местах, где у вас более выражены недостатки на лице, там можно вот прям немножечко наслоить, вбить в кожу, и она смотрится достаточно естественно, хорошо, и все перекрывает. Мне нравится, как она работает на моем лице. У меня комбинированная кожа, склонная к жирности. И если хорошо подготовить кожу, если ее предварительно хорошо увлажнить, затем по истечению дня вот эта тональная основа практически никуда не стекает, что мне очень нравится. Она не западает в поры, очень равномерно ложится. Ее я люблю распределять именно спонжем, или же вначале кистью, затем немножечко потушевывать все это влажным спонжем. И я в последнее время, не знаю, наверное, на троих девочек попробовала вот эту тональную основу. И на каждой девчонке она мне прям очень понравилась, как она смотрелась. Если нанести ее в тонкий слой, то получается просто такой очень легкий разглаженный финиш. Есть и минусы также у этой тональной основы. А именно первое, лично мне не очень нравится аппликатор. Или лучше сказать, здесь нет помпы, как мы это привыкли видеть у каких-то других средств. Ну или хотя бы как-то выдавливать эту тональную основу из тюбика. Здесь вот такой вот аппликатор, как у консилера. В принципе, если вы эту тональную основу покупаете вот именно для личного использования, в основном, да, из вас, девчонки, то, конечно же, это может быть не такой минус, потому что вы можете сразу аппликативно нанести эту тональную основу, или, скажем, локально, может быть, где-то побольше, где-то поменьше, и так ее и растушевать. Но опять же, это соприкосновение прямое с кожей. Если у вас, скажем, проблемная кожа, и вы, может быть, задели какие-то воспаленные прыщички, вы обратно это все туда складываете, запихиваете, закрываете, и получается вот это вот таскание каких-либо бактерий может происходить туда-сюда. Ну и также в наши дни в тональные основы добавляют множество разных медикаментов или антибиотиков. Конечно же, не таких сильных, скажем, как сами антибиотики в таблетках, да, но именно это позволяет обеззараживать средства, и поэтому вы не разводите там, конечно же, кучу бактерий. Но опять же, вот просто такой нюанс. Я сейчас говорю, конечно, не только про эту тональную основу, а вообще в целом. Еще один минус у этого тона – это его запах. Я, как человек, который не резко реагирует на запахи, могу сказать, что даже я его заметила. И вот знаете, на первый момент мне показалось, что это просто тональная основа с душком. Но я уже очень много читала отзывов о ней и говорили, что запах специфический, поэтому кому-то нравится, кому-то не очень нравится. И если вы сильно реагируете на запахи, то может быть, что она вас этим оттолкнет. Но затем этот запах, в принципе, быстро выветривается, я его потом не чувствую. В целом, скажу об этой тональной основе, я ее полюбила. Мне очень нравится с ней работать. Она не вредная и хорошо ведет себя на очень разных типах кожи, как она, в принципе, и заявлена. Классно перекрывает, не создает эффекта маски. Сегодня она у меня также на лице. Вот в каких-то моментах я нанесла ее чуть побольше. У меня, опять же, какие-то высыпания. Вот здесь, вот здесь, или где это было? Видите, я даже не вижу толком, где это было. Вот в этом, в этой области. Но, в принципе, она все хорошо перекрыла. И я даже не использовала отдельного какого-то консилера, чтобы точечно еще чуть больше перекрыть эти высыпания. В общем, меня все устраивает. Базы под тональную основу. За это время я попробовала несколько баз. Я, когда крашу модели, то, конечно же, вначале предварительно подготавливаю хорошо кожу, я очищаю. Но вот в качестве такой уже предварительной базы, перед самим непосредственно нанесением тональной основы, я попробовала два, или лучше сказать в скобочках, три средства. Потому что одно средство идет двух видов. В общем, не буду вас сейчас путать. Первая база это Vitamin Enriched Face Base от Bobby Brown. Нашумевшая, увлажняющая база, которая замечательно подготавливает в особенности сухую кожу, или даже комбинированную кожу, или если у вас жирная, обезвоженная кожа, вот именно такую кожу нужно очень хорошо увлажнять, чтобы затем тональная основа не впитывалась в вашу кожу, хорошо ложилась, и по истечению дня держалась тоже очень хорошо. Знаете, личико прям такое мягенькое получается, плюс она безумно классно пахнет. Здесь вы будете на все 100% знать, если я ее возьму, то на ней будет все отлично держаться, она отлично подготовит кожу. Также еще два средства, которые я вам хочу показать, которые я, опять же, приобрела по советам некоторых визажистов, которые мне очень импонируют, работы которых мне очень нравятся, и мнению которых я также доверяю. Я купила два крема для лица, да, для лица и для тела. Они заявлены, это Vileda Skin Food, один для очень сухой кожи, другой просто для сухой кожи, он называется Skin Food Light, и вот, как вы можете заметить, его зеленый оттенок чуть посветлее. Когда я их первый раз понюхала, то мне вообще показалось, что они пахнут какими-то лимончиками. Также я вот эту вот базу использовала на одной своей модели, она сказала, нет, этот пахнет какими-то травами для нее. Также Саша у меня его нюхал, в общем, всем дала понюхать. Саша тоже сказал, что пахнет какими-то травами. Ну, вот лично мне прям очень нравится, как пахнет этот крем. Ну, и в принципе, тоже как моя модель и Саша сказали, пахнет приятно. Вот, который для суперсухой кожи, он уже поплотнее, текстура у него тоже такая поплотнее, пожирнее, и он пахнет уже слегка пожестче. Но опять же, друзья, с ними нельзя перебарщивать. Вот именно ту ошибку, которую я сделала. Я слишком много нанесла вот этого ухода, и тональная основа начала скатываться у меня. Я бы его советовала наносить действительно очень-очень тонким слоем, или же вообще просто на какие-то сухие участки на лице, если вот вокруг носа, вокруг губок у вас шелушится, где-то еще какие-то шелушинки, и обязательно дайте ему немножечко впитаться. Но сами по себе, кремы невероятно классные, можно, кстати, использовать и для тела, как я уже сказала, поэтому, друзья, очень тоже классное средство. Мы движемся дальше, и я вам хочу показать пудровые средства для лица. А именно, это будут как пудры, так и бронзеры, так и румяна даже у меня здесь затесались. И давайте начну вам рассказ именно с бронзера от, опять же, Physicians Formula. И это у меня бронзер в оттенке Light. Он невероятно светлый, друзья. На светленькой коже он смотрится достаточно естественно. Сейчас я такая более загорелая, поэтому на мне он выглядит в контрасте прям суперсветло. Не знаю, видно вам здесь что-то или нет. Вот этот бронзер я нанесла, и смотрите, он прям слился с моей кожей, его практически незаметно. Но если вы светленькая, то он очень классно смотрится, опять же, из бюджетных. Также вместе с ним румяна. Румяна были именно оттенка Plum Rose. Именно эти румяна я хотела попробовать также от этого бренда. Посмотрите, очень-очень нежные такие. Может быть, даже можно использовать как такой легкий контур для лица. Если вы такая светленькая белоснежечка, то я думаю, что на вас эти оттенки прям вообще будут замечательно смотреться. Также еще один бронзер из очень бюджетного ценового сегмента. Это бронзер от Catrice, который называется Sun Lover Glow Bronzer. И вот эти вот бронзеры у них, кстати, очень-очень классные, и мне нравится, что они придают немного такое сияние. Замечательно смотрится сейчас именно на лето, на весну, когда мы начинаем чуть больше загорать. Посмотрите, взяла вот такой вот не очень темный оттенок, и несмотря на то, что я даже слегка загорела, и на мне он тоже уже классно уделяется. И плюс, смотрите, такой легкий-легкий лоск прям передается, смотрится очень красиво. Это у меня оттеночек 010 Sun Kissed Bronze. Многие визажисты также тащатся вот именно от этих бронзеров Catrice, потому что они, во-первых, бюджетные, во-вторых, очень классно смотрятся, и если вы любите загорелые лица, если вы любитель бронзеров, то обязательно обратите на него внимание. Еще один бронзер, который был для меня просто открытием. Вот этот бронзер от Revolution Pro в оттенке Bachia. Он прям такой теплый, и как раз будет замечательно смотреться вот на лето. Посмотрите, вот он у меня. Он уже такой потемнее, скажем так. И действительно, я его видела, наверное, уже у каждого визажиста, и смотрелось все с ним тоже очень и очень классно. Ну и, конечно же, сама его использовала, на девочках уже использовала. Он действительно смотрится классно, но, опять же, если девочка светленькая, то на ней он будет слегка рыжить, поэтому здесь нужно подбирать именно по оттенку. Ну и последний бронзер, который я вам сейчас хочу показать, это уже просто лакшери из серии дорого-богато, потому что я приобрела себе бронзер от Gucci. Прям очень хотела его себе. Я взяла второй оттенок, и думаю, что, может быть, лучше было даже взять первый, потому что, мне кажется, первый он более ходовой, он посветлее, не такой яркий, не такой ядреный, и, мне кажется, будет подходить к большинству девочкам. Вот, но все же, поскольку я сейчас тоже такая загорельненькая, я думаю, он на мне тоже будет классно смотреться. Его я бы посоветовала именно на лето. По самому оттенку классный. Сейчас вам его здесь где-нибудь продемонстрирую. Какой он у нас темный, но, конечно же, если растушевать, то будет классно. Смотрите, видно, опять же, вот это вот легкое сияние, легкое переливание, знаете, какой-то сатин будто бы в нем. Нет никаких блесток абсолютно, но вот у него какой-то легкий лоск присутствует, друзья, и именно это и придает коже, опять же, этот лоск, эту холеность, что кожа становится такой вот прям переливающейся, что ли, без каких-то крупных блесток. Но, конечно же, цена у него кусачая, но это бренд люкс, да, как говорится, что еще от него можно ожидать. С бронзерами мы закончили. Хочу вам показать еще сейчас одни румяна. Эти румяна стали моим фаворитом. Румяна от Charlotte Tilbury под названием Love is the Drug. И это невероятно красивый персико-розовый цвет, какой-то очень классный, очень носибельный, перевоплощающийся, в общем, под каждый макияж вы можете его подстроить. придается вот этот свежий румянец лицу. И я очень часто их использую вообще просто классные. Помимо этого, друзья, у меня еще вот такая вот коробище, которую я заказала в Douglas, как вы можете заметить. Вот буквально вчера мне пришла эта посылка, потому что я здесь свои запасы хотела немножко пополнить, потому что такое, что начало, начало заканчиваться, как говорится. И заказала себе сейчас пудру гиалуроновую от By Terry или By Terry без какого-либо оттенка рассыпчатая пудра. Но она, в принципе, там, конечно же, она не будет как-то увлажнять, но я хочу отметить, что на моей комбинированной коже эта пудра достаточно быстро, не то что растворяется на лице, но я не знаю, куда она девается, по сути. Единственный момент, как указано, что эта пудра сглаживает морщинки, и вот именно эту пудру любят использовать в возрастном макияже, потому что на возрастной коже подчеркиваются всегда все морщиночки, какие-то поры, даже у нас с вами имеются эти поры. Если они ярко выраженные, то когда мы наносим пудру, то, конечно же, мы тоже замечаем эти поры. В общем, друзья, и она заявлена как интенсивно разглаживающая пудра уход, многоцелевая коррекция морщин, пор из янов, представляете? И сегодня, когда я нанесла эту пудру в область под глазами, здесь у меня тоже уже начинают проявляться морщиночки, если близко так прям присмотреться, то иногда сюда скатывается консилер, или если нанести какую-то суперсухую пудру, то она их тоже подчеркивает. Но когда я нанесла вот эту пудру, морщинки совсем не подчеркнули, что мне очень понравилось. Ее очень классно использовать под глаза, потому что здесь нам как бы фиксация нужна, но не такая, скажем, бетонная, как на Т-зоне, например, потому что именно на Т-зоне мы в первую очередь начинаем блестеть по стечению дня. Ну а под глазами нам это нужно просто для того, чтобы не скатывался консилер. Буду дальше также ее тестить и вам о ней вещать. Мы все еще у лица и на пудровых консистенциях, и я сейчас вам хочу показать палетку от Dior. Это палетка хайлайтеров, которая называется 001 Universal, универсальная палетка. И вот эта самая-самая ходовая, она, мне кажется, имеется много у кого. Я за ней очень долго гонялась, потому что она, извиняюсь, везде была распродана. Здесь вот все вот эти хайлайтеры, что мне очень нравится, что... Вау, посмотрите. Хайлайтер Dior смотрится невероятно красиво, кожа выглядит холеной, придается, опять же, этот красивый, богатый лоск. Движемся дальше. Я хочу вам показать два средства для бровей, нет, даже три средства для бровей, которыми я в последнее время часто пользовалась, особенно, когда красила, собирала девочек. Мне безумно понравилось работать с гелем для бровей от Anastasia Beverly Hills. Он называется Brow Freeze. Когда я его попробовала на своих бровях, мне совсем он не понравился, но, опять же, мои брови невероятно длинные и жесткие. И когда они начинают особенно кучерявиться, то их практически ничего не берет. А вот этот вот вакс подходит больше для коротеньких, мягких бровей. И поскольку мои модели, большинство, имеют именно такие бровки, и я им очень завидую, белой завистью, когда начинаю их оформлять, потому что это смотрится все невероятно красивенько, аккуратненько, много работы, не нужно применять, то вот этот вакс укладывал их просто на ура. Мне очень понравилось с ним работать. Когда вы его наносите, нужно какое-то время подождать, пока он схватится, пока начнет застывать. И затем уже бровку можно даже прям так прикатать, чуть приклеить к коже головы. К коже головы. Ну, именно к коже вашего лица. Брови зачёсывать мы не будем, конечно, голове. Но хочу сказать, что всё отлично работало и функционировало, как говорится. Плюс я также оформляла брови этими тенями от Benefit под номером 1. Full Proof Brow Powder. И у меня первый оттенок, светлый оттенок, который, друзья, подходит очень даже многим. У кого-то я использовала вот этот вот начальный оттеночек посветлее, у кого-то использовала вот этот потемнее. И это смотрелось на многих девочках очень классно и гармонично. Плюс просто этого в том, что когда вы делаете макияж, когда вы видите, что у вас тёмные брови, тёмные волосы, не нужно делать брови ещё темнее. Потому что если вы возьмёте оттенок для бровей тон в тон к вашим тёмным бровям, то они будут смотреться ещё темнее. И даже, девочки, вы, кто смотрел мои рилсы с моего аккаунта, где я выкладываю свои работы, тоже многие писали, что брови классно получаются. И я сама от них прям кайфовала. Поэтому могу вам тоже только посоветовать. И третье средство для бровей, которое я вам хотела показать, это карандашик для бровей от Maybelline. Механический. О нём я как-то вам уже рассказывала на своём YouTube-канале и хвалила его. Единственный минус был в том, что он быстро заканчивается. И мне кажется, до сих пор у него имеется этот минус. Но каким-то образом я опять к нему вернулась. И знаете, я люблю свои брови, мне нравится, в принципе, как они лежат, как они смотрятся. Но примерно уже как два года я использую одну и ту же технику в укладке своих бровей, именно в оформлении. И знаете, мне это немножечко поднадоело. Просто хотелось их как-то изменить, но не полностью менять. Поэтому я хотела добавить этой мягкости. И я поняла, что для этого мне нужен просто-напросто карандашик вместо маркера для бровей. И сегодня я также оформляла свои брови этим карандашом. Это у меня оттенок блонд. Этот карандашик я прям опять для себя открыла с новой любовью. Пока что пользуюсь им с огромным удовольствием. Так, что у нас? Лайнеры. Сегодня мы пройдёмся прям по разным категориям макияжа. И хочу вам показать две новинки, которые у меня появились. Это лайнеры от Benefit. Один в чёрном, другой в коричневом оттенке. Это лайнеры в виде маркера. И что мне понравилось, друзья, что они очень классно держатся и никуда не растекаются и вообще ничего не происходит. То есть, знаете, бывают такие лайнеры, вы на них посмотрите, если даже сделаете свотч, и оттенок будто уже по морщинкам вашей кожи разбегается. Знаете, такая ёлочка получается. Вот эти такого вообще не вытворяют. Держатся очень классно. И плюс, за счёт того, что они невероятно тонкие, вам очень удобно рисовать стрелочку. Даже я, человек, который просто обожает гелевые подводки, вот с этими лайнерами справилась просто очень замечательно. Поэтому, друзья, тоже могу вам их посоветовать от чистого сердца. Мы подошли к категории тушь. И сейчас я вам хочу показать тушь, которую я как-то ругала, которую я не поняла и вообще не понимала этого переполоха вокруг этой туши, а именно тушь от Maybelline, которая называется Sky High Lash Sensational. Это вот эта вот тиктоковская тушь, которая просто нашумела везде. Вот такая вот у нее кисточка, но, друзья, сейчас она у меня полежала, я ей не пользовалась. Я ее открыла, и она нисколько не пересохла, но, мне кажется, по консистенции она стала чуть более лучше, поскольку она полежала, скорее всего. И она не заявлена как водостойкая, но невероятно классно держится. И что мне нравится? Мне нравится прокрашивать ей именно мои нижние ресницы, потому что мои нижние ресницы всегда отпечатываются, не важно, что за тушь это у меня будет. Но вот с этой тушью у меня ничего не отпечатывается, плюс она очень классно их прокрашивает. Прям понравилось мне, знаете, я открыла ее для себя. Я бы не сказала, что это прям супер-пупер теперь мой фаворит, без которого я не могу жить, но должна сказать, что она неплохая, и пользуюсь я ей сейчас, в принципе, тоже с удовольствием. Ах, да, друзья, чуть не забыла. Сейчас в моей посылочке с Дугласа у меня же еще здесь имеется вот такой вот гель для бровей от NYX, наконец-то, который я приобрела себе, гоняла за ним очень долго, он почему-то был везде распродан, мне кажется, когда он только появился, его настолько сильно разрекламировали, что его везде скупали просто, все как сумасшедшие, сейчас, видимо, этот ажиотаж вокруг него прошел, и теперь он уже в свободном доступе, просто безумно интересно его попробовать, у него такая супер-маленькая кисточка, и он должен как бы, ну, склеивать, приклеивать бровки, держать их на месте, будет тоже очень интересно им поработать, и также еще два продукта от MAC, заказала я, это карандаш Costa Rich, в таком коричневом оттеночке, и его, мои дорогие, я как-то видела, о, вау, очень классный, и можно будет рисовать и стрелочки, и, скажем, на межресничку или на слизистую его наносить, если вы не хотите использовать черный, блин, очень круто, хочу его уже обязательно потестить, а также заказала себе Paint Pot от MAC в оттенке It's Fabstract, это вот такого оттенка Paint Pot, тот же самый Paint Pot, который я люблю использовать в оттенке Soft Ochre в качестве подложки под тени, чтобы те, соответственно, не скатывались, вот здесь вот я его нанесла, так же, как подложка, например, для каких-то Smoky Eyes, в целом, это такой достаточно суховатый продукт, который хорошо сам по себе держится, но если его еще зафиксировать, то там вообще у вас будет просто бомба, которая не сотрется вообще, очень круто, поэтому интересно тоже им поработать. Мы сейчас подошли к одной из главных категорий, а именно это тени. Сегодня я покажу вам несколько палеток, как бюджетных, так и не очень, на которые я обратила свое внимание, которые мне очень понравились. Давайте начнем, наверное, с бюджетного, ценового сегмента, и это две палетки от Makeup Revolution, посмотрите на вот эту вот вкуснятину. Вот эту палетку я сегодня использовала на своих глазах, в своем макияже, то есть это сатиновый оттеночек, а также вот этот вот зелененький. И, друзья, эта палетка называется Sugar Pie, и, друзья, если вы в поисках каких-то пастельных оттенков, то в этой палетке вы их обязательно найдете. Посмотрите, вот этот вот зеленый цвет, который я использовала, а также вот этот сатиновый. И знаете, что, друзья, мне понравилось? Оттенки невероятно мягкие, и они практически не пылят. Это очень и очень важно. Когда вы их наносите, они вот прям настолько мягкие, как по маслу восходит пальчик. Прям это очень круто. Ну и в целом, конечно же, аккуратненько их набирать на кисть, знаете, так сильно не возюкать, чтобы они не пылили. И следующая палетка от Makeup Revolution. Вот в таких очень классных цветах. Она называется Tasty Avocado. Я как любительница авокадо не могла пройти мимо нее. Меня привлекли действительно эти все зеленые цвета. И что самое главное, они все невероятно мягкие. Ой, вот этот вот зеленый Green Gold. Просто вы посмотрите на вот эту красоту. Поставить какие-то акценты в макияже, это невероятно. А здесь оттеночек Lime, это матовый. То есть, здесь сочетание матовых опять же и сатиновых. Очень друзья, прям в восторге. Я сейчас прям с вами тестю и аж забылась о чем я тут говорила, что рассказывала. Обязательно советую к ним присмотреться. Палетка, которая у меня имеется уже очень давно. Мне как-то сами за Ева присылали ее, но она у меня просто лежала мертвым капиталом. А сейчас, когда я перебирала опять все свои сокрома, открыла ее, посвочила ее еще раз, и я поняла, что как же хорошо, что я ее никуда не отдала. Она лежала у меня новая, друзья, прям упакованная. Посмотрите на эти цвета. Если вы следите за мной в инстаграме, то наверняка уже в моих рилз вы видели, что в последнее время я использую именно ее. Я использовала ее также уже и на моделях, тоже замечательно смотрится. Вот эти вот оттеночки все просто невероятно красивые. Люблю использовать вот этот оттеночек на все подвижное веко. С этими тенями нужно быть поаккуратнее, потому что они могут сыпаться. Вот этот светлый я люблю использовать именно на подвижное веко. Вот этот лиловый, какой-то лавандовый, очень классно его использовать для каких-то акцентов или может быть на нижнее веко. И еще одна палетка, которая появилась у меня также, наверное, в конце января, может быть. Это палетка от Anastasia Beverly Hills под названием Norvina, это, по-моему, Volume 5. Это прессованные пигменты, друзья. Вы посмотрите на вот эту красоту просто. Поскольку это прессованные пигменты, то они безумно пигментированные, с ними надо быть также осторожным, потому что именно такие тени могут очень сильно пылить. Даже с очень мягенькими кисточками нужно их аккуратненько наносить. Если вы используете такую палетку, то лично я бы посоветовала вначале накрасить глаза, а затем уже накрасить лицо, чтобы это все все равно сюда не осыпалось. Но сами оттенки просто невероятные, друзья. Это что-то с чем-то очень-очень красивое. Посмотрите на вот эту цветовую гамму. Могу вам посоветовать эту палетку невероятно классного качества, невероятная просто цвета отдача, если вы хотите какие-то вкусные яркие макияжи, то обязательно вам обратиться к этой палетке. Мы движемся потихонечку дальше и уже медленно, но верно перешли к губам. И я хочу вам показать сейчас два средства, бюджетные два продукта. Давайте, наверное, начнем с блеска. Блеск от Maybelline в оттенке 003 Moon. Друзья, и я думаю, вы, наверное, уже сами и пробовали эти блески и видели их уже много у кого. Я должна сказать, мне блеск очень понравился. Вот у меня такой слегка розоватый оттеночек, я вам сейчас его покажу сейчас тут на своче. Вот так это все выглядит, да, слегка розовый тон отдается. Вот, на губах смотрится невероятно нежно, что мне понравилось, что этот блеск пахнет невероятно приятно. И вот за свою цену, цена качества у него тоже очень-очень классная. И, друзья, я специально сейчас достала блеск один, на который он невероятно похож. Я бы даже сказала, что это дюб, и их много кто сравнивает именно с блесками от Fenty Beauty. Может быть, кстати, и Maybelline выпустили их после выпуска Fenty Beauty. От Fenty Beauty он чуть похолоднее, я бы сказала, а от Maybelline он идет больше с таким персиковым оттеночком. Но сами по себе, в принципе, на губах они не сильно отличаются, потому что если у вас, скажем, губы без помады или, может быть, только какой-то контурный карандаш, то этот блеск на губах превращается в какой-то более прозрачный. Он придает просто легкого оттенка губам, но не перекрывает именно пигмент натуральный ваших губ, поэтому приблизительно смотрится одинаково на губах. Просто один момент от Fenty Beauty он более стойкий, мне кажется, я бы так сказала, тогда как от Maybelline сползает чуть быстрее. Но тем не менее, друзья, нам ничего не стоит просто достать блеск, его еще раз подправить, тем более в таких оттенках это можно делать даже и без зеркала. И еще одна помада, которую я показывала вам в предыдущем видео, это бюджетная помада, поскольку она от марки Sephora под номером 92. И, друзья, смотрите, в тюбике она выглядит опять же красной, кстати, она идентична вот этому оттенку, вот просто можно сказать один в один, только лишь вот эта помада, она матовая и она суперстойкая, она очень хорошо держится на губах, тогда как эта, она хоть и матовая, но она все равно оставляет след, то есть вот вы видите на руках. У меня помада на губах сейчас от Yves Saint Laurent под номером 14, безумно красивый цвет, когда я ее наношу, тоже получаю от вас миллион вопросов, что это за помада, что за оттеночек, вот сейчас опять же у меня та же самая проблема, как и в моем предыдущем видео, потому что она не передается тем оттенком, в котором она на самом деле, она более такая малиновая, поэтому я вам фотографию опять же могу здесь поставить этой помады, как она смотрится именно вживую, потому что камера телефона передает это лучше, нежели моя камера на видеосъемке. Sephora это вот прям ее аналог и стоит по-моему даже в два раза дешевле, плюс держится намного дольше. Единственный момент, об этом я уже тоже говорила, она может плешивить, если вы нанесли, она застыла и вы опять наносите эту помаду, то есть здесь нужно быть аккуратным, наносить ее, пока она еще не застыла, пытаться нанести ее равномерно и тогда она будет смотреться просто замечательно на ваших губках, поэтому, девочки, обращаю на нее обязательно внимание, мне кажется, это такой классный оттенок, вот сейчас на весну, на лето, тем более мы наконец-то можем снять наши маски, ну что ж, друзья мои, мы подошли уже к концу нашего видео, я вам показала все, что я хотела, поделилась с вами какими-то очень классными штучками, средствами, которыми я сама уже пользовалась или использовала на моделях, надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно оказалось для вас полезным и информативным, я надеюсь, что мы увидимся с вами уже в следующих видео, всем большое спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok